Это же не какая-то догма. Конституция – это документ, который должен меняться под влиянием времени. То есть это, наоборот, не укрепление президентской республики, а скорее укрепление парламентаризма. Отрицательно. А почему? Кто-то не знает сейчас. На дело всякого, что и не нужно. Многие считают, что Путин хочет таким образом забросить себя. Вы думаете, это правда или нет? Я думаю, что такие люди просто не в себе. Надо было сделать совсем по-другому. Как-то ее поделить. По пунктам, например, социальный пункт, политический пунктик. Сделали все под одну гребенку. Кто-то увидел, о, для нас какие-то льготы. Вот раз и проголосовали. Они дальше все к институции не будут читать, все пунктики. Я думаю, нормально. Время идет, жизнь меняется. Многие параметры в какой-то момент становятся просто устаревшей догмой. Скептически. Я сравниваю социалистическую ту реальность с нынешней реальностью, демократической. Понимаете, вот социалистической реальности в той, она тоже несовершенно была. Но вот такой грязи и снега такого не было на улицах. Нормально дворники убирали, у всех работа была. А сейчас в этих клинах ничего не было. Чувствуется, что это чья-то игра. Сами знаете, чья. Так, ну я хочу сказать только о самом главном изменении, которое мне понравилось. И в душе я считаю очень важным по поводу традиционных ценностей. Вот, что такое семья. Мне кажется, это очень важно обозначить в нашем обществе. Потому что, на самом деле, если мы посмотрим на Запад, то рамки, рамки вот эти размываются. Нормы. Вот. И мы просто декрадируем. Я смотрела немного, когда вот Путин всё это рассказывал. В принципе, там некоторые моменты мне понравились. Ну, я понимаю, что на телевидении провидорство всё равно выставляет всё это в хорошем свете и говорит о положительных последствиях, а о негативных не говорит и молчивает. Вот. И как бы я особо в этой теме не разбираюсь. Поэтому всё, что я видела, как бы всё было нормально. А что там будет на самом деле, не знаю. С комментарием.